Под Москвой разрушительный пожар. Кадыров грозит ответом после удара дрона по Чечне. Ну и новый вид краш ворует сливочное масло. Это новости в воздух. Сейчас коротко обо всем самым важном. 10 минут уложимся. Под Москвой на Долгопрудном мощный пожар. По данным МЧС горит склад с удобрениями. Рядом с ним находится общежитие. По последним данным огонь перекинулся на соседнее здание. На данный момент площадь пожара достигла 1200 квадратных метров. На месте работает более 60 сотрудников МЧС и 17 единиц техники. О пострадавших пока что ничего неизвестно. Ну а в Москве разбой на нападение на магазин «Пятерочка». Иностранные граждане уграли 25 пачек сливочного масла. Об инциденте сообщила столичная полиция. Задержаны двое мужчин. Камеры наблюдения зафиксировали, как похитители пытались вынести из «Пятерочки» масло в рюкзаке. Но им помешала сотрудница магазина. Один из мужчин несколько раз ударил ее, а второй угрожал ножом. Натское сливочное масло подорожало более чем на 20% с начала года. Это официальная статистика Росстата. На фоне роста цен некоторые торговые сети даже упаковывают его в специальные защитные коробочки. О таких случаях, например, известны в Екатеринбурге. Вот фотография издания «Новая газета». На таксистов в Москве завели уголовное дело за захват стоянки. Об этом сообщает телеграм-канал «Осторожные новости». Говорят, повздорили две группы бомбил. Источники канала говорят, что одни приезжие не пускают других водителей на стоянку и устанавливают для них несразмерно высокие цены. Дело происходит в самом центре города на Лубянке. Тебе сейчас я машину паркану, знак поставлю и пойду ты уехать. И тебе очень сложно будет отсюда. Очень сложно. А? Как сложно? Вот так сложно будет. Что, угрожаешь, братан? Делом заинтересовался глава следственного комитета Бастрыкин. Он поручил сообщать о ходе расследования. Дело возбудили по статьям «Хулиганство» и «Самоуправство». Друзья, у нас появился чат-бот. Если вы увидели что-то важное, сняли это на видео, на фото, ну или просто о чем-то знаете, напишите нам QR-код на ваших экранах. Ссылка в описании. Будем на связи. Наша редакция постоянно мониторит этот канал. И самое важное мы публикуем в нашем эфире. Кадыров анонсировал военный ответ на атаку дрона по так называемому университету спецназа в Чине. Они нас упустили. Мы уничтожим дом. Покажем дом в ближайшем, в будущем дом такое возмездие, что даже им не снилось. Я сегодня дал всем командирам, которые находятся на передовой, не брать плен, уничтожать и усилить борьбу. Сегодня утром украинский беспилотник впервые поразил цель на территории республики. Это так называемый университет спецназа в Гудермесе, который более того, с этого года носит имя Путина. Издания агентства сообщают, что беспилотник попал в главное здание учебного заведения. Кадыров, однако, сказал, что атаковали пустое здание. Украинские издания со ссылкой на источники пишут, что дрон могли запустить из Дагестана или Ингушетии. И все это из-за участия Кадырова в конфликте вокруг Вайлдберрис. Но официальный Киев никак не комментирует эту атаку. Еще про кадыровцев начальник МВД по Курской области Виктор Косарев обвинил Апти Аладдинова во лжи. Он опроверг слова командира спецназа Ахмата о преступлениях российских военных в регионе. Ранее Кадыровец в интервью Z-блогеру заявил о 187 фактах подобных преступлений. Вот я нахожусь сейчас на данный момент на Курском направлении. Я сразу же сходил к начальнику МВД Курской области и задал ему в лоб вопрос. Какие у вас проблемы с Ахматом? Как только я сюда зашел, он улыбнулся и сказал, у нас на территории совершено 187 преступлений военными. Это убийство, изнасилование другое-другое. Ни одного из этих преступлений не совершили бойцы подразделений Ахмата. Прямо в интервью, конечно, не сказано, что это именно российские военные, но с контекста понятно, что речь шла именно о них. По словам Косарева, никакой встречи Аладдинова с МВД Курской области не было, и данных ему никто не предоставлял. Во-первых, никакой подобной информации генерал Аладдинова от нас не получал. Во-вторых, мне не очень понятно, о какой такой встрече говорит товарищ генерал-майор. Крайний раз мы виделись с Апти Ароновичем в начале сентября. После этого, по моим данным, на территории Курской области он не появлялся. Официально российские власти не сообщали о преступлениях путинских военных в Курской области, однако местных СМИ регулярно сообщают, например, о кражах из магазинов. Но Росгвардия тем временем объявила амнистию владельцам оружия, которые сдадут его на нужды армии на СВО. Об этом ведомство сообщило в своем телеграм-канале. Привлекать к ответственности не станут за отдельные правонарушения, в частности, за несвоевременную регистрацию или перерегистрацию оружия, если это не привлекло каких-то негативных последствий. По закону за это положен штраф в 3000 рублей, ну и запрет на пользование оружием сроком до года. В Вологодской области алкоголь по будням хотят продавать всего 2 часа, с полудня до 14.00. Такие изменения анонсировал губернатор Георгий Филимонов с 1 марта. В праздники и выходные, однако, все останется по-прежнему. Ну и на бары и рестораны этот закон тоже не распространяется. Нововведения губернатор обосновал рамками здравого смысла и назвал их щадящими и либеральными. Причину ограничения продажи алкоголя Филимонов назвал вымирание Вологодщины и Русского Севера. Ну еще одна новость по теме. В московском баре девушка напилась и впала в кому. После этого там ограничили количество продажи алкоголя в одни руки. Речь идет о 24-летней посетительнице. Она выпила 20 шотов и сначала просто упала в обморок. Ей вызвали скорую. Вот близкий к силуикам канал Мэш говорит, что девушку госпитализировали. Она в коме и теперь за ее жизнь борются врачи. Ну и в Москве проходит выставка похоронной отрасли «Некрополь-2024». Она проходит в Крокус-экспо и продлится три дня. В программе шоу-показ «Траурная одежда», лекция про эко-гробы и про траурную флористику. А также есть вот такой вот макет памятника участнику войны. На сайте отмечается, что площадка ежегодно собирает тысячи людей из похоронной отрасли. Друзья, это все новости, которые у нас были к этому часу. Подпишитесь на нас в Ютубе, поставьте лайк. Еще обязательно найдите нас в Телеграме. Ссылка есть в описании. И сейчас QR-код тоже на ваших экранах. Российские власти периодически блокируют и замедляют Ютуб. Давайте будем на связи везде, где можем. Например, в Телеге. Всем спасибо. Это был Дмитрий Яловский. Берегите себя. Пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова